Здравствуйте, я Искандер Хисамов, мой собеседник в студии Наталья Королевская, народный депутат Украины, оппозиционный блог. Наталья Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня много чего происходило интересного в Верховной Раде, но давайте начнем обсуждение с голосования по законопроекту об оппозиции, которые большинство успешно забодало. Как вы это прокомментируете? В чем вообще новации были этого законопроекта и в чем мотивация большинства? В любом цивилизованном демократическом обществе власть сама заинтересована в том, чтобы была в стране узаконенная оппозиция. Потому что это право контроля, это право альтернативного предложения, это политическая конкуренция. У нас сегодня эти институты отсутствуют. Ну, впервые за все годы независимости в украинском парламенте оппозиции не дали ни одного комитета, не дали ни одной контрольной функции. И когда сегодня они побоялись, именно побоялись принять закон об оппозиции, потому что они реально боятся. В чем содержание, основные мысли этого законопроекта? Четко регламентируется работа оппозиции, по большому счету. Почему, говорю, власть в этом должна быть заинтересована? Потому что тогда мы вместе работаем в правовом поле. То есть мы готовим альтернативу, мы готовим альтернативные решения, мы имеем законодательно право на дни в парламенте, на дни правительства. То есть все, что раньше хотя бы как-то традицией было в парламенте, сегодня же никаких традиций нет. Вот именно я хотел спросить, ведь как-то жили раньше, и, в общем-то, оппозиция свои права получала. Очень получала. Свои какие-то комитеты, посты вице-спикеры и так далее. Сейчас вообще ноль, да, на массу? Ну, раньше, как бы не говорили, какая кошмарная раньше была власть, но оппозиция имела более 20 комитетов. У оппозиции была среда, закрепленный день, когда рассматривались полностью их законопроекты все. Оппозиция всегда имела право формировать повестку дня, вопросов к правительству по пятницам. То есть вот какие-то традиции парламентаризма, они уже выстраивались. А сегодня, кроме каких-то, знаете, таких гневных заявлений, надувшихся депутатов, кричащих там чего-то с трибуны, мы не слышим не только какого-то конструктива, а даже те решения, которые мы им предлагаем. Ну вот мы видим, что сегодня творится в экономике, да, катастрофа. Ну, поверьте, у оппозиционного блока достаточное количество специалистов, людей, которые знают прекрасную систему государственного управления. Губернаторами были люди, были министрами. То есть мы говорим, мы вам готовы помочь, ребята. Ведь сегодня вопрос не ваших рейтингов, да, сегодня вопрос того, какая страна будет завтра и как люди в этой стране будут жить. Ну ведь так нельзя. Вы что делаете? Вот за сто дней вы ввели налог на пенсию, вы подняли цены в три раза, вы не проиндексировали соцстандарты. Первое апреля, ну, злая шутка была, когда подняли в семь раз тарифы и лишили пенсии работающих пенсионеров. Мы им говорим, у нас есть другие пути, как сегодня наполнить бюджет, не ограничивая и не лишая людей социальных прав и возможностей. Да, и вот мы теперь перешли плавно к большинству, к правящей коалиции, правительству. Но тут у меня такая шутка неловкая родилась, что с такой правящей коалицией, с таким большинством и оппозиция не нужна. Они вполне висели от публику своими боями внутри правящей коалиции. Было бы смешно, если бы не было вот так грустно, потому что когда на все это смотришь, знаете, вот этот такой дешевейший популизм, как они рвут на себе рубашки на трибуне и рассказывают о том, как они людей любят, и после этого идут и голосуют. Ну, вот сегодня был пример, закон детям чернобыльцев. Ребенку, у которого есть заболевание, связанное с Чернобылем, когда исполняется 18 лет, он лишается вообще всех прав. Мы подготовили вместе с общественными организациями проект. И вот тут же не политический вопрос. Мы говорим, давайте дадим право, когда ребенку уже больше 18 лет, и у него болезнь-то осталась, чтобы государство сохраняло диспансеризацию, медицинское обследование. 100 человек только проголосовало за этот законопроект Верховной Раде. Может, имеют в виду, что денег нет? Там денег, ну, ерунда. То есть там около 10 миллионов гривен по году нужно. Хорошо, понятно. Это сам факт отношения. Или вот сегодня был комитет культуры и духовности Верховной Раде. Я подала постановление, проект постановления по тому, как нужно нашим ветеранам в годовщину 70-летия Великой Отечественной Победы создать необходимые условия. Это и дать специальную выплату к 70-летию, и дать нашим ветеранам медаль, как положено, и провести праздник, как положено. Потому что, ну как, это праздник, это День Победы. Понятно. И какова реакция? Вы знаете, когда я сидела в этом комитете культуры и духовности, мне в ответ начали рассказывать, что сегодня в нашей стране проходят трансформационные процессы, и меняются отношения. Это кто такие слова выучил? Это какой-то там депутат, я даже не знаю ее фамилию, первый раз увидела на заседании комитета. Знаете, вот я слушала этих людей, и я понимала, что они живут в каком-то другом, параллельном мире. Я говорю, слушайте, милая женщина, вот вы тут о трансформационных процессах. Мой дед, он прошел всю войну. Я приехала в Рестах и нашла подпись «Красный луч Королевский», который пришел туда, до Берлина. Для меня, для моих детей, внуков и правнуков, День Победы, это будет ценностью. И мне ваши трансформационные процессы в вашей голове не интересны. То есть, трансформация в чем заключается? Они не хотят слишком хорошо отмечать и честовать ветеранов? Ну, они считают, что вот это не Великое Отечественное, это вот Вторая Мировая, это вот Европа там. Знаете, вот начинаются какие-то такие сложно подчиненные понятия. Говорят, давайте вот то, что мы уже имеем. Тут у нас в стране 2,5 тысячи героев Советского Союза, наших, украинцев. Вон Украина сегодня, благодаря тому, что мы освободили Европу от фашизма. И мы доказали это. Это то, чем мы должны гордиться. А вы сегодня пытаетесь все это дело вот как-то так вот скуевать. Ну, вообще, конечно, сейчас есть такая трансформация, при которой вот то, что было наработано тогда, вот индустрия, например, да, вот сейчас Южмаш загибается, Антонов, Харьковские авиационные. 90 автомобилей сделали в прошлом году. Везде демонстрации, и видно, что к гибели идет все это дело. А действия правительства в этом отношении нет. И вот в этом смысле у меня лично, да, вот надежда кое-какая есть. Вот оппозиционный блок создал, так сказать, теневое правительство. Оппозиционное. А? Оппозиционное правительство. Ну, там, ну, теневое, оппозиционное. А ты у нас любят это, теневое. Окей, ну, в принципе, это устоявшийся термин. Теневое правительство, значит, вот правительство оппозиции. Окей, оппозиционное правительство. Вот скажите, есть ли в этом правительстве представление, скажем, о сбережении украинской индустрии? Ну, наверное, только в нашем оппозиционном правительстве и есть сегодня представление, что нужно сделать, чтобы восстановить экономику, восстановить наш промышленный сектор, восстановить наш Донбасс, потому что, безусловно, ну, знаете, я не хочу никого обижать с ныне действующего правительства, но порой я их когда слушаю, я понимаю, что если, например, уголь ты видел только в телевизоре, то тяжело заниматься развитием угольной промышленности. Если о железных дорогах ты слышал от мамы, когда покупали билет на поезд в детстве, то тяжело заниматься реформами сегодня в железнодорожном транспорте. Вы думаете, что это только от непогруженности в тему, что они просто не знают, что есть ракеты украинские и что они скоро могут кончиться? В большинстве случаев это просто такой, знаете, тотальный дилетанизм, потому что те ошибки, которые они допускают, но вот порой, почему мы говорим, что давайте мы вам посоветуем, так сказать, по-человечески, да, что не нужно делать дополнительные провокации. Вот если вернуться даже к ветеранам, да, вот сейчас взяли, налогообложили пенсии, да, ну это вообще такой ноу-хау украинское, какой-то эксперимент они над людьми, опыты проводят. Вот под налогообложение пенсии попали все ветераны Великой Отечественной войны. Ну вот человеку больше 85 лет, в основном на лекарства вся пенсия идет, а у него сегодня там 300-400 гривен налога забирают. Либо инвалиды чернобыльцы, ведь они же не то, что большую пенсию, они маленькую пенсию получают, это же не пенсия, это им компенсация за здоровье, а им сегодня с этой пенсии налог берут. Мы говорим, ребят, ну это неправильно, да, мы вам хотели показать инструменты, как сегодня сбалансировать пенсионный фонд, да. Тут для этого нужно все-таки доходы, наверное, какие-то получить. Это все от роста экономики, да, ну нельзя, когда вы сегодня каждый день, да, там ограничили покупку валюты, там сделали запрет на вывоз, там сделали запрет на ввоз, там проверки дополнительные, кредита взять в банки невозможно, пролонгировать кредит сегодня нереально, цены на тарифы на все расходы. Ну это мы можем, конечно, очень долго перечислять все беды. Сегодня нужно дать функции стимулирования, да, дайте лучше нашим предприятиям беспроцентные кредиты, дайте программу создания рабочих мест, стимулирование создания, чтобы у людей мотивация была на создание рабочих мест. Сделайте сегодня зоны приоритетного развития, там сегодня и так не платят налоги, да, ну вы дайте им легально сегодня развивать свой бизнес. Закрепите сегодня право собственности, потому что, ну, беспредел же ведь творится бесконечный. Ну, все-таки главная причина, я хочу найти причину, скажем, это просто люди, которые ничего не понимают в экономике, или это люди, которые в другой реальности, и которым вот это уже не интересно, а они хотят чего-то другого? Я бы сказала, и в другой реальности, ну, действительно, в другой реальности они не понимают, что у людей нет денег сегодня купить покушать, ну, вот просто не понимают. И в то же самое время, это, к сожалению, и отсутствие и опыта, и понимания ситуации, и, ну, ведь нет же ни одной стратегии. Вот за все это время мы не увидели единого плана действий. Это да, это да, тут легко критиковать, потому что вообще ничего правительство не сделало, ни в коррупции, ни в модернизации, ни в бюджете, ни в этом, ни одного успеха нет. Вот это правительство Камикадзе очень живучее оказалось, как-то ничего нет. Камикадзе делают людей сегодня, они выживают за счет людей. Да, ну, это, повторяю, но с чем это, как вам кажется, связано? Ну, там достаточно умные люди, тот же самый Яценюк вроде бы, опытные управленницы, финансисты и все остальное. Возможно, есть такая версия, что само устройство административное у нас не позволяет правительству работать эффективно. То есть, партийные квоты, противоречия между министрами и замами, там, вице-премьеры, там, начальники государственных департаментов, службы и так далее, они входят друг с другом в конфликт и ничего не получается. Вот есть такая версия. Она правильная? Это тоже. Ну, то есть, здесь нельзя найти одного, вот, знаете, вот одна таблетка, и мы вас вылечим правительство от вашей такой детской болезни, о которой вы сегодня заболели. У меня такое впечатление, что они не пришли еще с выборов и вживую в каком-то таком процессе, что вот-вот скоро упадет манна небесная и нас это спасет. Вот, ну, не спасет. Поэтому в большинстве случаев это отсутствие профессионально принятых управленческих решений. Все понятно. Хочется еще много чего спросить. Вот достаточно милитаризованная повестка вот на эту неделю. Тут и какой-то законопроект от президента о военном положении, тут и по границе, о численности войск, там, и льготы, и все. Такая куча военных вопросов. С чем это связано в период, так сказать, наведения мира? Как вам кажется? Тяжело сказать. Почему вот целый год про военное положение, сколько была война, а вот сейчас, когда есть перспективы мира, вдруг так активно целые пакеты вбрасываются, как бы, вот сейчас готовим, начиная подготовку к той войне, которая, может быть, уже заканчивается. Мы очень надеемся. И мы настаиваем на том, чтобы в первую очередь приняли пакет законопроектов, который бы реализовывал в Минске соглашения. Оппозиционный блок подготовил несколько законопроектов, которые соответствуют полностью духу и тем решениям, которые были приняты в Минске. И считаем, что, а, это Минский пакет, и, б, это наш социальный пакет. Потому что, знаете, мы же все адекватные люди, да, и видим все прекрасно и война, и кризис, и проблемы. Но нельзя все списать сегодня, то, что происходит, вот такие нечеловеческие решения, которые принимаются, все списать на войну и на кризис. И поэтому мы часто видим, когда пытаются усилить подачу войны, да, усилить, вот, как бы, такие военные активности. Может быть, в этом оправдание существования, вот, есть эксперты, многие указывают, что, скажем, нынешняя вот коалиция, она просто не знает, что делать в мирное время. Вот она знает, что делать. Тут есть конкретный враг, за все отвечает, там, допустим, Путин и бандиты эти, там, террористы, негодяи. Они все портят, мы молодцы, если бы их не было, у нас было уже все было. А вот сейчас вдруг тихо, и люди начинают думать, а что здесь происходит. И люди говорят так, товарищи, зрелищ, мы уже насмотрелись, давайте хлеба. Даже сейчас какие-то заявления в блоке Петропавловича, они работают на Путина, там, Каплин работает на Путина, там, Лешко работает на, там, это уже измену ищет. Может быть, как раз в этом ответ на вопрос, почему плохо идет мирный процесс. Ну, вот сегодня Народный фронт заявил, что, вот, Каплин, Свобода, Тимошенко, да, работают на Путина, да, мы-то уже давно, они это обвиняют. Поэтому, знаете, вот, не нужно думать, что люди ничего не видят и ничего не понимают. Вот, и, знаешь, народ, он намного мудрее, умнее отдельно взятых, да, и всех вместе взятых политик. Поэтому, вот, искать постоянно причины и рассказывать, что у тебя все время что-то мешает, да, то, наверное, нужно менять позицию. Хочется еще вашу позицию по одному вопросу. Вот, Минский процесс, значит, там предполагается, на всех стадиях было записано, что начать переговоры по выборам, там, по финансированию, по, там, по многим вопросам, начать переговоры с представителями непризнанных ДНР и ЛНР. Это говорят и Оланд, и Меркель, там, и все, ну, если уж хотите мира, надо все-таки как-то разговаривать, да, этого не делается, возможно, потому, у меня есть такое скромное предположение, что вот эти люди, за которыми стоит их электорат и их активисты, они просто не могут вымолвить этого слова, что как это вот сесть, это бандиты, мы каждый день это говорим, бандиты, террористы, мы с ними не сядем за стол, а если не садимся, значит, война. Что вот вы, как выходец из Луганска, это ваша родина малая, вот, что вы думаете, что нужно здесь преодолеть? Вы абсолютно правильно заметили, что там есть такой внутренний барьер, и действительно, социология показывает настроение, а политики привыкли жить по социологии, а не тому, как политики, а не как государственные деятели, к сожалению. И поэтому мы со своей стороны предложили власти, мы готовы участвовать в переговорном процессе, мы, то, что вы не можете сделать, мы, как никто другой в этой стране заинтересованы, чтобы был мирный план, чтобы мирное урегулирование вопроса. Потому что, ну, большинство людей в оппозиционном блоке, это представители восточных территорий, когда у тебя дома идет война, вот, сейчас скоро через неделю, там, через полторы будет Красная Горка, да, поминальные дни. Вот я ровно год назад, 27 апреля, это были поминальные дни в прошлом году, была у себя дома в Красном Луче на кладбище у своих бабушек, у родителей мужа, и меня страшно даже представить, потому что меня научили бабушки с такого вот еще возраста в этот день ходить на кладбище и действительно с ними позавтракать, о них подумать. И вот в этом году я не смогу туда поехать. И понятно, что будем просить там, чтобы кто-то убрал, но это страшно. Поэтому мы готовы брать на себя часть вопроса того, чтобы реализовать Минские соглашения. Говорю, мы за них подготовили законопроекты, мы готовы участвовать в переговорных процессах, мы готовы участвовать там на территориях, налаживать всю систему и сделать все, чтобы в Минске соглашения были реализованы. Но порой мы действительно видим, что есть партии войны, когда у них война в голове постоянно, когда еще война в стране, у них тогда есть политическая активность и рост рейтинга. Как только восстанавливается мирная ситуация, они не умеют работать при стабильности, и у них начинается вот такая паника, там, крики между собой. И еще такое уже довольно расхожее мнение о том, что украинская политическая элита, нынешнее, значит, руководство, просто уже не знает, что делать с Донбассом, как с ним жить дальше. Вот, а вот эти выхлопы, которые были, значит, фейки, не фейки, о том, что они с Путиным там разговаривали в Минске, Порошенко, и что вот заберите типа Донбасс там или еще что-то. Я не буду комментировать эту часть, потому что я не присутствовала в этих разговорах. Но главное то, что оно все-таки отражает некоторое настроение, у меня в студии много людей это так говорит. Знаете, я вижу одно, да, вот я там родилась, даже сегодня, когда вот, допустим, ну, с апреля месяца я прожила на территории, которая была под контроль на Украине, но которая была небезопасна. Это и Славянск, и Краматорск, и Святогорск, и Северодонецк, и Попасная. И вот когда ты туда приезжаешь, там опасно, там непросто, но там все искренне сегодня, там как оголенный нерв, и это твоя малая родина. Конечно, ты не можешь чувствовать себя отдельно от тех людей, которые попали сегодня в тяжелейшую минуту. Для меня больно и обидно, лично больно и обидно, когда к нашим переселенцам пытаются относиться как к заключенным, когда каждую неделю придумывают какую-то дрянь, чтобы еще больше унизить и ограничить права этих людей. Но когда я приезжаю сюда, возвращаюсь в Киев, и вижу здесь вот столько фальши, столько вот всего надутого, и когда мне, вот я веду с ними переговоры, и вижу, что они не понимают, вот они не понимают, что реально происходит сегодня там. Сегодня там один из депутатов рассказывал, как на прошлой неделе поехал и посадил в Северодонецке Европарк с цветами там, и бискусами там, еще с чем-то. Понимаете, я много общаюсь с северодончанами, когда у людей разбиты окна, когда нет крыши, когда десятки тысяч переселенцев там живут сегодня, и людям нечего есть, то и бискусы это хорошо. Но лучше бы все-таки детское питание привезли и крышу над головой. Информация, видимо, какая-то происходит. Да, и поэтому реальная воспроизводность при этом делу. А я хотел важнейший вопрос задать. И все-таки, как вы лично видите будущее Донбасса в составе Украины? Петр Порошенко недавно еще раз сказал, что он готов провести референдум по федерализации, он знает точно, что большинство людей скажет нет этому и все остальное. Ну, по крайней мере, слово сказано президенту. Я вижу первое, что нашей стране нужна реальная децентрализация. Не вот такая вот фишечка, которая была с принятием бюджета, а реальная децентрализация. И это касается всей Украины. Что действительно в Донецке, в Луганске нужно проговорить, решить вопрос проведения выборов. То есть должна быть четкая, понятная позиция Украины по этим территориям. И дальше восстанавливать экономическое и социальное сотрудничество. Мы в прошлом году, на прошлой неделе выиграли суд. И апелляционный, и суд первой инстанции, чтобы восстановили выплаты социальные людям в Донецке и в Луганске. Потому что для меня это Украина. Я считаю, мы обязаны, через не могу, через не хочу, но мы обязаны это делать. И это долг сегодня украинской власти. А когда они сами искусственно сегодня создают отчужденную территорию, и потом удивляются, почему их люди там не любят. Для того, чтобы тебя любили, ты должен хоть как-то пойти навстречу и что-то сделать. Все-таки совсем мало времени. Хотелось бы очертание статуса вот этих районов в составе Украины. Это что, может быть какая-то автономия? Или наряду со всеми дать вот эту децентрализацию, но это понятие широкое. Децентрализация, какой объем полномочий должен быть в регионе? Знаете, я считаю, здесь ни одна из сторон не сможет принять одного и правильного решения. Здесь должен быть компромисс. Сегодня слишком много пролито уже крови, слишком много разрушений, слишком много боли душевной, которая сегодня сидит как с одной, так и с другой стороны. И поэтому вот нужно быть над процессом, и в диалоге, в компромиссе найти условия, как мы можем жить вместе дальше. Спасибо вам на вот этих правильных совершенно словах о том, что необходим диалог. Пока не будет диалога, не будет ничего. Мы закончим нашу программу. Спасибо вам, Наталья Юрьевна. Спасибо вам большое. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова